Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Доллар продолжает слабеть в условиях переоценки вероятности продолжения агрессивного повышения ставки ФРС. Хотя представители американского Центробанка и сохраняют истребинную риторику, на рынке все же предполагают, что ставку на сентябрьском заседании повысит максимум на 50 базисных пунктов, а не на 75. К таким мыслям привели публикации данных по потребительской и производственной инвестиции в США. О том, какие новости будут влиять на торговое настроение уже первой половины следующей торговой недели, обсудим в календаре трейдера на канале ИнстаФорекс ТВ. Следует отметить, что следующая торговая неделя будет довольно насыщенной на поступление макроэкономической информации, и поток данных начнется уже с самого открытия азиатско-тихоокеанской сессии. Первыми отчитаются эксперты из Японии с предварительным расчетом квартального прироста ВВБ страны восходящего солнца. Предполагается, что показатель вернется в зону положительных значений, что, конечно же, обнадежит инвесторов, ведь японская экономика стояла на грани рецессии из-за падения объемов ВВП за первый квартал на 0,2%. За период с апреля по июнь, скорее всего, экономика оправится и прибавит 0,6%. Порадует своими данными и Китай. Здесь ключевой сектор не то что китайский, но практически всей мировой экономики промышленность Поднебесной должна продолжить процесс восстановления и ускорить темпы роста с 3,9% до 4,5%. В июле Китай уже полностью снял ограничения, принимая во внимание улучшение эпидемиологической обстановки. Этот позитив, конечно же, отыграется на рынке с усилением аппетита к риску и спросом на валюту основного поставщика сырья в китайскую промышленность Австралии. Уже во вторник среди всех важных событий максимум внимания трейдеров привлечет поток макроэкономической информации из Соединенного Королевства. Тут готовится к публикации отчет, характеризующий состояние рынка труда. Уровень безработицы, скорее всего, останется прежним, но тут стоит отметить, что это будет расчет июньского значения. А вот данные по изменению количества заявок на пособие по безработице будут уже за июль. Согласно прогнозам, значение прироста будет со знаком минус, то есть число нуждающихся в субсидии сократится 17 месяц подряд, что будет характеризовать британский рынок труда как устойчивый к восстановлению и может оказать поддержку фунту стерлинга. Но уже на следующий день фунт позволит заработать продавцам. Теперь ждем расчета инфляции в Великобритании. Это будет настолько непредсказуемое событие, что аналитики даже не берутся делать прогнозов. Однако мы помним, что Комитет по монетарной политике после недавнего заседания Банка Англии высказал предположение о том, что инфляция разгонится до 3% к октябрю. Учитывая предыдущую реакцию рынка на факт ускорения роста потребительских цен туманного альбиона, предполагаем, что котировка фунт-доллар направится вниз. Что относительно новостей из Соединенных Штатов, то в первой половине следующей торговой недели мы получим еще один крайне важный отчет, характеризующий состояние американской экономики. Вновь напомним о том, что около 2 трети всего ВВП формируется за счет потребительских расходов. А самым главным показателем потребления является изменение розницы. И вот в среду, 17 августа, ждем публикации данных об изменении объема розничных продаж за июль. Прогноз пессимистичный, несмотря на замедление инфляции. И тут помним, что многие аналитики валютного рынка отметили изменение реакции трейдеров на статистику. Если раньше негативная статистика усиливала позиции доллара в ожидании агрессивных действий Федрезерва, то теперь уже все вернулось на круги своя, и негатив отыгрывается, как и положено, снижением курса национальной валюты. Ждем дальнейшего отступления доллара по всему спектру рынка. На эти события стоит обратить внимание трейдерам в начале новой торговой недели. Ну а мы продолжим держать руку на пульсе и снабжать вас самой актуальной информацией. Не пропускайте наши ежедневные выпуски новостей и торгуйте на повышение. До встречи!